Назаров Роман. Подписать можно либо исследователь, ну лучше, наверное, исследователь, это ближе будет к теме, а искатель можно, да, исследователь. Роман, я знаю, что вы вместе с Григорием сделали очень интересное открытие, нашли на том месте, где сейчас располагается, ну вернее располагался форт Кроншлот, некий более древний объект. Вот давай начнем с ваших поисков, с вашего открытия, и что же удалось найти. Но мы сделаем один маленькое отступление, чтобы у нас ничего не шуршало, и микрофон. Вот так вот, да. Замечательно. Да, можно. Ты мне рассказал? Да, 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 конечно. Итак, что же вам удалось найти на картах, и даже на дне залива? Значит, первая, первую находку интересную мы нашли на карте 1710 года голландского картографа. Мы нашли на южном берегу Кронштадта интересный маяк, строение, ну конструктивное такое интересное строение, в виде маяка, нигде информации о нем нет, ни на каких других документах он не зафиксирован. И мы начали, в общем-то, этот вопрос поднимать и развивать, потому что это действительно для нас стало очень интересно. Спустя некоторое время мы нашли на карте 1716 года, также европейского картографа, этот же маяк. Он, в общем-то, на том же месте и находился. Этот вопрос нас подогрел, и мы решили действовать дальше. Дальше. 1725 год карта Петербурга и Финского залива и Кронштадта. И на нем, на этой карте мы опять же нашли этот маяк. Ситуация такая, что три разных абсолютно исторических документа, которые показывают одну и ту же историю, это уже очень-очень существенно. И начали развивать историю с маяками. А были ли маяки у Кронштадта до открытия, до основания Петербурга, до 1703 года. Так как информации совершенно никакой, пришлось искать по наитию. Соседний форт, тем, что мы нашли маяком на карте, был Кроншлот. И есть до сих пор. Начали раскрывать тему Кроншлот, его истории возникновения, постройки, значение названия Кроншлот. Ну и, в общем-то, в переводчиках немецко-русских мы перевели Кроншлот как корона, которая дымится. Ну, дымящаяся корона, можно так сказать. Когда мы поддали материалы средневековые, а что же там могло такое дымиться в виде короны, мы нашли обычный факел, который достаточно распространен был на тот момент. Использовался в древних замках, в общем-то, в катакомбах, в виде короны, из которой, в общем-то, пламя. От этого, видимо, название Кроншлот, в общем-то, и произошло. Но ситуация такова, что существующий Кроншлот на сегодняшний день, он, ну, совсем не подходит к названию дымящаяся корона, потому что он не дымится, он вообще не маяк. Он форт, фортификационное сооружение для военных действий на море, скажем, да, с кораблем неприятеля. Дальше. Развивая историю, мы нашли литографии, старинной литографии Кроншлота, где он выглядит не так, как сейчас. Он выглядит как маяк, то есть круглое здание, конструктивно круглое, которое ни разу не похоже на современное здание, а скорее похоже на тот маяк, который мы нашли до этого на трех разных картах. Это достаточно интересный момент, потому что, скажем так, маяк, он достаточно, это же достаточно высокое строение, его укоротить, в общем-то, для военных каких-то целей не составляет никакого труда. То есть маяк превратить в форт не проблема совсем. Достаточно просто укоротить его в половину хотя бы, да, и вокруг надстроить, допустим, какие-то фортификации. И вот эти литографии как раз навели нас на мысль, что все-таки Кроншлот – это не форт изначально, это изначально маяк. Причем нахождение Кроншлота тоже непростое. Он находится на пограничном таком месте, скажем так, самая северная часть южной отмели фарватера, который проходит между Кронштадтом и южным берегом Финского залива. Это очень интересно. То есть он, по сути, дает такую жирную линию, проводит, где начинается мель. То есть стоял маяк на месте Кроншлота, и он четко фиксировал, где находится мель, чтобы корабли ориентировались по нему и проходили четко по фарватеру. А вот тот маяк, который мы нашли до этого на трех картах, он как раз находится на, скажем так, на северной части фарватера. И он находится как раз на краю отмели Кронштадта, южной части. Южный отмели Кронштадта. И как раз фиксирует противоположную сторону фарватера. То есть получается, что стояли два маяка древних, причем видно, что они построены не в период начала XVIII века. Эти два маяка, они были построены для того, чтобы корабли, которые идут с моря, с Балтийского, четко фиксировали свое положение и шли строго по фарватеру, не натыкаясь на мель. Это очень важный момент. В древности было найдено интересное такое название, такому эффекту, как морские врата. То есть два каких-то, значит, две конструкции, да, маяки, либо фортификационные какие-то здания, которые фиксировали проход по фарватеру. Да, что-то вроде как вот, допустим, ворота, да, в футболе, к примеру. Да, там левая, правая штанга. Чтобы четко заходил корабль, как мяч в ворота. И момент такой, что мы начали искать остатки этого маяка, который мы нашли на трех картах первых. Ведь если он нарисован на картах, должны же быть и какие-то остатки, руины какие-то, да. Начали искать и нашли эти остатки на карте 1943 года, которые были сделаны с аэростата немецкой Германии, когда они фотографировали Кронштадт. Также эти руины найдены на спутниковых картах Яндекса и Гугла за 91-й год. И также были найдены остатки на современных спутниковых картах 2022 года. Все зафиксировано, все видно в буквальном смысле без каких-то дополнительных фильтров, каких-то усилений, каких-то контрастов и четкости. На самом деле все четко видно. Руинированный фундамент маяка, который там был. И вопрос после этого открылся следующий. Если до 1725 года маяк стоял, а потом исчез, если его строил, допустим, Петр I при его жизни, зачем тогда его рушить? Его уже разрушили, его не стало. Причина какая? Либо использовать материалы строительные, которые были использованы при строительстве маяка для строительства других фортификационных сооружений, либо этот маяк был построен задолго до Петра и был вскоре разрушен, разобран, чтобы, так сказать, не оттягивал на себя внимание, скажем так, периода 18 века, чтобы не задавали вопрос, а что это тут за здание такое? Вы же говорили, что, как говорится, Петр I и Санкт-Петербург построил на болотах, где ничего не было, а это было совершенно не так. Вскоре Кронштадт предполагается... Прошу прощения. Вскоре Кроншлот, мы предполагаем, был разобран, он перестал быть маяком, он был разобран до в половину примерно высоты и был потихонечку обстроен и превращен в фортификационное сооружение, в современный форт морской. Ну, как-то так. Это отдельная находка, я про нее добавлю попозже. Это как бы аналогия между Кронштадтом и Александром и Кронштадтом. И, по-моему, Григорий говорил, что вам удалось найти вместе с Гришей упоминание в каких-то документах, что Петр чуть ли не давал распоряжение Меншикову перестроить маяк. Ну, некое сооружение, которое находилось на крошу. Гриш, ты мне как говорил об этом? Возможно, возможно. Ну, и ты тогда скажешь. Нет, не торопись, ничего страшного. Но получается, я не знаю, занимались в этой теме или нет, что в тот момент, когда вообще Петр пришел туда, они начали пытаться строить город, уровень воды был чуточку иным, чуточку повыше. И мы же понимаем, что даже сейчас уровень воды вот как раз на этом фарватере такой, что о том, чтобы провести крупный корабль, торговый корабль, военный корабль, на котором огромное количество пушек, у него осадки. Я смотрел по тем временам, я уже говорил, 4 метра в среднем осадка корабля была. Но сейчас в те времена не было такого фарватера глубины. То есть, получается, если мы хотим понять, я просто мысль накидываю, когда могут быть построены вот эти два объекта, врата вот эти, так называемые, в виде двух маяков, нам нужно примерно понимать уровень воды. То есть, вот. Момент какой еще здесь интересный. Есть предположение, что Кронштадт раньше был, скажем, морским портом. В его задачи входило следующее. Морские суда приходили к Кронштадту, с Балтики, с Европы, с товарами. Далее весь товар перегружался с морских судов в речные. И дальше по пути из Варяг в Греки по рекам, соответственно, на кораблях, на лодках, ну, с малой осадкой, шел дальше, двигался. Плюс ко всему есть предположение, что все-таки растральные колонны Васильевского острова есть как раз-таки такое подобие, такие копии вот этих двух маяков, которые были вратами морскими про Петербурга. Есть вот такая история. Потому что есть литография, где две эти растральные колонны Васильевского острова, они запечатлены днем, и из них, скажем так, они были подожжены, и дым, значит, из них выходил днем. То есть маяки на самом деле днем фиксировали свое положение для кораблей, для судов дымом, который черный был, да, масло горело, был черный дым, а ночью, в общем-то, огнем. И, конечно же, ну да, и получается действительно, как в переводе, дымовая труба. Можно просто еще раз... Да, дымовая корона, дымовая труба, совершенно верно. Потому что кроншлот, он звучит одинаково при десятках разных видов написания. Но звучит он одинаково, и, значит, и значение должно быть соответствовано одно и то же. И, в общем-то, не составило труда найти действительно значение кроншлота как маяк, дымящаяся корона, либо дымящаяся труба, что, в общем-то, соответствует древним представлениям о маяках морских. Ну и, кстати, да, мы можем вспомнить, у нас ведь есть примерная датировка, когда мы потеряли вот этот наш путь из варяг-греги, который, в принципе, всю морскую, морскую речную логистику обеспечит. Это, по-моему, 9-10 век. После этого уже там Ганза пришла, и на рубеже 10 века путь из варяг-греги уже исчез фактически. То есть, тогда мы можем предположить, что если, вот как вы говорите, на Котлине или ближе куда-нибудь туда уже к современному Питеру осуществлялась именно логистика, то это не позднее, я так понимаю, 10 века. Все должно было строиться и происходить. Все возможно. Сейчас уточнить точно со стопроцентной вероятностью нельзя. Есть только предположения, но само фактическое существование этих маяков не оставляет никаких сомнений. Карты, современные подтверждения спутниковых карт, то есть руины есть, фундаменты есть, все на месте. И то, что эти маяки не были построены Петром Первым, это действительно так. Это действительно так. Мне кажется, что мы предполагаем, что эти маяки не имеют никакого отношения к Петру Первому. Ну и тут можно отметить, оно как бы в поддержку версии, что там есть руины, ведь каждый год подводные археологи Санкт-Петербурга находятся новые, новые древние артефакты. То найдут какие-то колонны на дне, то найдут какие-то блоки, и эти находки уже исчисляются десятками. То есть можно говорить, что да, на дне и Финского залива, и вот уже той территории, которая подходит к Глинту, наверняка могут быть артефакты. Может, есть какие-то примеры из недавних находок вот таких вот артефактов, которые в воде лежат? Ну, в воде, ну, допустим, недавно вроде как нашли колонны гранитные, значит, под Выборгом, за Кронштадтом. Но на самом деле я могу сказать больше, что все-таки вот Маркизова лужа предполагается, что все-таки раньше была частью суши. То есть это не было частью Финского залива, а все-таки была частью суши, на которой все-таки был построен какой-то древний город. Все-таки предполагается, что там можно найти достаточно большое количество руин. А вот нынешний фарватер, по которому ходят суда, крупные, это, в общем-то, та река, которая была до подъема уровня воды. И, конечно же, находится огромное количество артефактов на территории Маркизовой лужи Финского залива, и обломки каких-то строений, и какие-то возможные какие-то кирпичи с эмблемами, с печатками какими-то. В общем, также и на спутниковых картах на территории Маркизовой лужи находят огромное количество каких-то непонятных то ли дорог, то ли фундаментов, каких-то геометрий прямых углов и прямых линий. А, как известно, природа не терпит прямых углов и прямых линий. И, конечно же, возникает вопрос, что это, как это так? На дне не может быть прямых линий, прямых углов. значит, то огромное количество подобных вещей, которые мы находим на сегодняшний момент, заставляет нас задуматься, что же на самом деле было раньше, в древние времена на этой территории. Ну да, можно даже вспомнить эту оперу римского курса. Ну это ладно, на самом деле у меня другой вопрос. Нам же официально как говорят, было так и так и так. Что заставляет взрослого, самодостаточного человека заниматься вот такими исследованиями, хотя вроде все говорят, что такого быть не может. Вот что двигает вот этими поисками? А двигает, на самом деле, пробелы. Пробелы в истории. Это, наверное, точка А и тот вектор, который задают эти пробелы. Начинаешь задать вопросы, на которые не дают ответов. Начинаешь находить то, что никак не укладывается в официальную историю. Я это называю офистория, с буквой оф, английские отрицания. То есть, офистория, к сожалению, нам рассказывает такую шаблонную версию того, что было. На самом-то деле, было все совершенно иначе. Понятно, что есть геополитика, понятно, что историю пишут победители. Понятно, что шведы проиграли в Северной войне. Понятно, что очень многое того, что они построили и то, что они унаследовали когда-то, завоевав эту территорию, конечно, бесследно исчезло. А заставляет взрослого человека задуматься об истории меня, допустим. Я в пятом поколении живу в Петербурге. Я этот город знаю очень хорошо. Я живу в нем, я чувствую его, я вижу, как он меняется, как меняется в географии. Я многие вещи нахожу сам. Я вижу то, что остальных все равно, они не замечают. Допустим, из чего построены дома центральной части Петербурга. вижу гранит в огромном количестве и причинно-следственные связи, которые выявляются в процессе... Лучше тогда переговорить. Мы фразу порвали. Вижу гранит в огромном количестве, вижу причины... У нас, наверное, фраза разбивается. Вижу в большом количестве гранит, из которого построен Петербург, набережные, фундаменты домов. И я начинаю задать вопросы, а почему фундаменты, допустим, некоторых домов, они из гранита, а некоторые из кудовского камня, известняка, а некоторые просто из кирпича? Почему такая большая разница? Почему, допустим, Академия художеств построена на фундаменте, на гранитном, а соседние здания, они построены на известняке? А почему? Если они построены в одно и то же время. Причем, чтобы доставить гранит до места назначения, это же нужно его добыть, нужно его обтесать, привезти, логистика, строители. А некоторые предполагают, что гранит подготавливали на месте строения. И много-много подобных вопросов, на которых нет ответов. Просто нет. От слова совсем. Вот вы, Роман, сказали очень интересно слово геополитика, которое на самом деле почему-то все забывают, когда мы говорим об истории. Ведь не секрет, что многие истории... Ну, как говорят, истории пишут победители. А это на самом деле так и получается. Мы сейчас, мы не будем про Украину говорить, но сейчас мы это вот видим, у нас за 30 лет историю переписали целой страны. Но это отдельная тема. Я говорю вот о чем. Может ли быть действительно, что игнорирование вот таких фактов, артефактов и на самом деле удлинение истории нашей страны, неважно, как она называлась, там Российская империя, там еще как-то, там Рюрики и прочее, она может привести к тому, что будет сложно притязать на нашей территории. Ведь зачем еще пишется история? Вот мы придумали, предположим, Тартарию. А Тартария это мусульманское государство. То есть, кто-то может сказать, то же самое Эрдогана, вы знаете, вся Сибирь раньше была татарской и начинаются уже геополитические процессы. Можем ли мы говорить, что вот с игнорированием некоторых фактов все-таки связана геополитика, которая решается даже сейчас? Все возможно. И даже, скорее всего, так и было. Но я для себя с самого начала принял четкую позицию, что я, допустим, не берусь за исследования всего мира в целом. Я с самого начала взял исследовать собственный город. И я считаю, что если я этот город и историю его истинную полностью раскрою для себя, найду, пойму, из чего и когда строился город, что было до него, кто участвовал в этих всех процессах, значимых исторических процессах, то с миром мне будет справиться куда проще. И момент такой, что геополитика, конечно, играет свою роль всегда и везде, и во всем. И в истории в том числе. Потому что, кто не знает своей истории, тот не имеет никакого будущего. И от этого, конечно же, зависит очень многое. Я изучаю историю, потому что я хочу понимать, куда мы идем, чего мы ожидаем и как нам с этим жить. И чем глубже я узнаю историю собственного города, где я живу, и в общем-то собственную историю, конкретно мою, я начинаю понимать, что мы из себя представляем на текущий момент и куда движемся. Роман, я так понимаю, что вот это открытие было сделано буквально вот в этом сезоне, я так понимаю, где-то за последние полгода изучали документы. Понятно, навигации там не было, там все льдом еще было скрыто. Есть ли планы все-таки добраться, посмотреть, попробовать? Я так понимаю, там и глубины небольшие, это на самом деле там буквально в нескольких сотнях метрах от бывшего Котлина, Выборга ныне. Крестата вернее, извините. Да, есть такие мысли, есть такая затея. Значит, тот маяк, который мы нашли, мы его называем западный маяк. Почему? Потому что он находится западнее немножко от кроншлота. А сам по себе кроншлот, как маяк, мы называем среди наших соратников восточным. Так вот, западный маяк, он находится в 500 метрах от южного берега Кронштадта. Глубина там небольшая, судя по спутниковым снимкам, там видно дно очень хорошо, оно песочное, песок, да, морское дно песочное. И, конечно же, мы хотим туда съездить, посмотреть, потому что карты спутниковые, карты исторические, это, конечно, хорошо и красиво, но хочется посмотреть и найти это все воочию, увидеть. Потому что мы предполагаем, что такая находка, она сродни достаточно серьезному историческому открытию, потому что с этой находкой приоткрывается очень существенный исторический пласт, который может очень многое для нас приоткрыть из того, что сейчас для нас закрыто. Архивы, конечно, это хорошо, но, к сожалению, архивы иногда сгорают, иногда и архивная документация в принципе пропадает, и приходится тогда историю по крупицам как пазл собирать с нуля, выезжая в поля и работая на территории. А как планируете, если все-таки получатся руинные дяди, потому что мы в наших спицах тоже всегда сталкиваемся с проблемой, ты приходишь, находишь артефакт, но возникает как раз та ситуация, когда тебе говорят, ты кто, ты не археолог, у тебя нет открытого листа, ты не представляешь специальный научный институт, ты молодец, ты нашел какие-то камни, но мы ничего не можем с этим сделать, ты не историк, ты не ученый. Ну, я могу сказать следующее, что у меня есть своя группа ВКонтакте, о чем молчит Петербург, я все свои работы, все свои наработки обязательно публикую там, общественное мнение для меня тоже очень важно, и то, что я публикую, очень многим нравится, и для меня в первую очередь важен тот факт, чтобы мои открытия по достоинству были оценены обычными жителями Петербурга, нежели научной средой, у которых интерес на первом месте несколько иной. Поэтому, если оценка моей его труда будет достаточно высокая со стороны моих зрителей, слушателей и участников моей группы, это будет для меня самой весомой такой оценкой, самой хорошей. Но с другой стороны, да, мы сейчас живем в век, когда информация распространяется практически мгновенно, даже вспомнить тот резонанс колонны, ведь колонны эти лежали в Финском заливе, а они там, я еще помню съемки там 20-летней давности, когда там какие-то студенты с них ныряли, про них знали все, но опять же возникала ситуация, ну, они лежат и лежат, и ведь только общественный резонанс, который подняли исследователи два года назад, привел к тому, что сейчас эти колонны стоят в Выборгском музее Эрмитаже на открытой площадке. Да, это действительно очень интересный такой эпизод был, наверное, да, потому что, ну, понятно, что они не вчера там появились, они лежали там очень долгое время, и было непонятно, почему они не были никому интересны, потому что, скорее всего, они были известны научной среде, которой как раз-таки это было вообще неинтересно, а интерес, в общем-то, появился из обычных людей, из обычных исследователей, интересантов, да, истории собственного города и собственной истории, конечно же, только после того, как все опубликовалось, все появилось в сети, появился резонанс, и после этого, конечно же, этот вопрос был поднят на достаточно хороший уровень общественного какого-то обсуждения. Это очень удачно, это очень здорово, и я считаю, что такой способ донесения информации об реальной истории Бетербурга это очень весомый аргумент и серьезный инструмент. Продолжение следует... Продолжение следует...